привет мои дорогие я пришла с работы работаю без выходных вечером снимаю видео уже второй раз прихожу с работы и снимаю для вас видео поэтому приношу свои извинения за свой не такой не свежий вид потому что это было и макияж сделан был с утра и уже и прически на голове как таковой нет и вспотела дома жарко плюс будут помехи у меня сегодня дома муж он сегодня нас борщом будут кормить так случилось что без выходных работу а муж через сутки сутки через сутки и получается вот эти сутки решил все-таки больше сварить потому что мы на вот этот вот подкожным корме я всегда так говорю подкожный корм я знаю что подножный корм называется и что я знаю его значение этого подножного корма но я просто подкожный корм в том плане что как бы перебежками типа моего под кожу этот корм и вот получается вот на этом мы живем да и вот хотим наконец-то борща покушать так на сегодня видео будут пропустые баночки не знаю когда это видео выложу но естественно у меня выкладывается постепенно что хотела сказать мои дорогие россияне российская федерация жители россии да у вас на ютюбе инстаграм то давно уже а youtube тормозит у вас платформа это на ваших российских ну ваша российская ваши российские телефоны принять телефон не российский но в общем для вас для россиян youtube тоже притормозил что хотела сказать скачивайте vpn ищите бесплатных много очень разных ппн не знаю чтобы смотреть на youtube и инстаграм если не получается у меня упали естественно просмотрим потому что youtube так себе ведет если не получается подписывайтесь яндекс зен руту там я выкладываю видео там каналы монетизированные но там не все будут видео мои там не могу я выложить видео про каталог про бады но и там еще несколько таких не все в общем видео будут выкладывать что на youtube хочу хотела вконтакте начать выкладывать у меня контакты вообще ни о чем во первых монетизации нет ну естественно я не знаю как там работать ну выложу это видео но посмотрит мне там пару-тройку человек и все это надо разбираться как и что как говорится но это такая социальная сеть как одноклассники вот наподобие я считаю что там люди получают деньги там получают абсолютно по другим в других целях а вот про видео навряд ли там получают деньги на видео в принципе там тоже рекламу можно монетизировать но я не знаю это надо разбираться в правила входить смотреть читать я еще не могу никак разобраться в этом поэтому на рутубе на яндексе у меня уже каналы монетизированы подписывайтесь туда там смотрите меня но не все естественно видео будут в основном я буду также выкладывать вести youtube потому что ну я уже во первых это это самая комфортная платформа для блогеров и самокомфортно платформа вообще в принципе для зрителя вообще вот из всех вот по крайней мере вот я вот яндекс зен рутуб youtube это для меня в принципе вот youtube удобно там мне не очень удобно не знаю как это дальше все будет либо вот скачиваете vpn я знаю что у вас уже невозможно смотреть может быть ему надо было поднять волос у меня просто все там вспотело вентилятор включила но там варка готовка и смысла я не вижу ну я имею ввиду что вентилятор дует смысла никакого нету толку от него нету короче вы меня поняли да так у меня пустые баночки пустые баночки у меня сегодня а чё я тут толкую это видео по любому я не размещу ни на яндексе не на рутубе у меня здесь будут и бады и ну кто допустим посмотрит вдруг случится чудо и кто-то посмотрит и у меня здесь и бады и не как говорится вот этот мыль нарыльные я к тому говорю что я это видео на рутуб не буду размещать я тут распиналась распиналась пять минут потратила своего времени ну все короче приступим так закончился у меня вот такой вот гель для стирки что хотела сказать колпачок сейчас это уже остатки он мне сейчас машинки стирает в общем стирает хорошо пенится хорошо концентрированный я всегда гель наливаю в колпачок и с колпачком кидаю в машинку и колпачок чистый и бутылочка чисто вот и не надо ничего потом мыть если вы наливаете колпачок и наливаете в барабан а в ячейку для геля этот гель то потом этот колпачок закручивается тут стекает и если начинаете мыть допустим когда начинаете мыть много пены он хорошо концентрирован пенится хорошо но отстирывает хорошо я ничего не говорю пенится хорошо запах приятный это у меня цветные и белые ткани вы всегда видите в моих обзорах вот сейчас у меня разношерстная стирка в принципе вот закинула один колпачок у меня там не 6 килограмм не машинка просто на 6 килограмм а ну где-то килограмм уж 5 белья вот один колпачок целый я закидываю пятноводитель жидкий вот такое вот я налила сразу рассказу что и туда закинула тоже он идет активированным уже готовы и он можно этим кстати гелем можно стирать при 20 градусах холодной воде и вот эти вот пятноводителем тоже можно стирать в холодной воде против пятен запаха он уже он антибактериально он уже идет активированный то есть и можно в холодной воде стирать 50 раз уже повторила формула на основе активного кислорода рекомендован для предварительной обработки пятен и усиления стирки кстати посуду можно мыть полы можно мыть антибактериальный эффект ну и на пятно наливать я добавляю как усиление стирки в основном дальше я добавила парфюм но не такой у меня там ягодные такой мне до этого закончился это вот парфюм для стирки в общем сначала я добавляю парфюм потом я кладу одежду потом я добавила ловушку для цвета потом я налила пятноводитель пятноводитель у меня пушку и открываю так вот просто на глаз туда прям лью прям барабан и добавила колпачок геля для стирки и кондиционер я добавлю кондиционер я уже добавила в барабан а это вот парфюм он про он прям восхитительно делает белье хорошо пахнущим это не смягчение это не не для легкой глажки да это не антистатистический эффект это просто парфюм для вашего белья то есть тут гранулки вы насыпаете ну сколько хотите да в барабан и вместе со стиркой он стирается в общем белье восхитительно потом пахнет пахнет причем очень долго где-то неделю по крайней мере то белье даже которым вы пользуетесь постельного пахнет у меня неделю вот этим вот парфюмом вот это самый мой любимый парфюм это у нас цветочная гармония 20 тут везде дозировку пишу 20 стирок там здесь пишу 20 стирок ну это приблизительно до 20 стирок тут в принципе пишу даже как пользоваться тут в принципе везде все как пользоваться правильно но здесь не учли до количество белья не учли качество воды не учли происхождение пятна вот этого всего поэтому еще дозировки я всегда говорю сами дозируйте сколько хотите дальше но рефрешер всегда последнее время моим заказок моих пустых ванночках видите потому что это летний рефрешер я там говорю что летний в основном мы гладим утюжим лет не летнюю одежду ну допустим сегодня вот в этой а байки оба и пошла на работу да получается я она она мне я и постирала на мне не сильно помятая была но все равно замятины были я побрызгала все надела на себя и пошла то есть без замятин с легким ароматом вот этого лаванды и бергамота можно даже вот эту вот мою сейчас оба и не стирать то есть можно заново ею побрызгать вот завтра утром и она освежится но если честно я к этому не привыкла вот я целый день ходила я потею все равно я ее постираю ну то есть я в стирку положу если сегодня постирать все равно стирку положу вот это вот оба и что хотела сказать что освежает одежду без стирки быстро устраняет неприятные запахи жидкий утюг для тонких тканей но здесь не тонкая ткань кстати вот это вот оба это от компании faberlic вы знаете но мне долгое время висела я не знала как носить ее а в этом году прям очень активно стал носить вот эти оба и накидки до рубашки абайи плюс что еще какие-то вот такие вот накидки без пуговец то есть рукавами я к тому говорю прям все лето я не люблю свои руки показывать у меня здесь шрамы на руках ну футболки конечно шуф просто футболка когда сильная жара но предпочитаю больше закрывать руки мне так комфортно мне так удобно там шрамы у меня от череков у меня все время чири были там у меня кожа разорванная вот здесь вот от того что располнела да тут у меня все равно и свисает вот эта рука она некрасивая поэтому я последнее время стала закрывать вот такими вот штучками в этом году прям пригодился майку подеваю сверху абаю либо рубашку либо какую-то накидку с рукавами я имею ввиду и хожу и под низ естественно там либо юбка либо шорты либо брюки у меня вот мне прям понравилось это комфортно это удобно это это между прочим женственно вот последнее время я так стала носить мне так понравилось прям что хотелось сказать в общем постоянно беру побрызгал и ай вот и вот эту абаю я разгладила хотя здесь ткань не тонкая плотная здесь ткань здесь плотная ткань в принципе хорошо все разгладила то есть вы брызгаете вот так вот руками делаете либо вот так вот и все хорошо проглаживается прекрасная штука дальше закончились у меня пластыри детокс вы все знаете что я постоянно ими пользуюсь прям активно пользуюсь последнее время в этом году я прям летом вот летом почему-то стали коленки болеть болеть но у меня было в мае месяце по моему я два раза травмировала ногу свою один раз растянула ее и вот что-то еще было у меня и вот она это вот помогает именно вот обезболивает то есть вот как местного применения наружного применения то есть вот здесь и сейчас пластырь на положил на свою коленку до забинтовал эластичным бинтом и уже через шесть часов больше не проходит да ну то есть ты уже можешь полноценно двигаться а если каждые 12 часов это делать то более проходит на даже на продолжительное время но это не только на колени это можно именно клеить на больное место это такой более утоляющая пластырь вообще здесь функции способ применения до обширный спектр его использования открой так способ применения обширный его спектр использования в общем здесь пишут вы клейте на если вот допустим хотите если вот я вот кстати вот этим не пользовалась методом ну нет я клеила на стопу я просто на пятку клеила и все я не пользовалась вот этой вот шпаргалка то есть здесь если рефлексогенные зоны у нас на стопу на стопе нужно важно именно туда клеить чтобы допустим голова болит а может быть поджелудочном и желудок может печень болит может еще что-то интересно вот воспользоваться этим моментом просто у меня ничего не болит вот так вот Ну вот не болит, кроме коленки. Поэтому я не пользовалась им. Если кто пользовался, напишите отзыв свой. Пластыри постоянно берусь из 10 штук, кстати. В общем, получат 5 блистеров, по 2 пластыря и ликопластыри в одном блистере. Дальше. Вот такие вот антибактериальные пластыри универсальные, ультратонкие. Они не закончились, они у меня еще есть, но я ими воспользовалась. Они супер ультратонкие. Мне, если честно, не очень они удобны. Я привыкла, вот если ликопластырь заклеить, даже антибактериальный, то просто заклейте, и его видно. Ничего страшного, похожу. А это он такой, знаете, прозрачный. Но мне не нравится, что он как, как вот знаете, как это, господи, упаковочная пленка. Тонкая вот такая вот. Ну там вот сам вот этот пластырь повторицидный, и вот эта упаковочная пленка, она прям супер тонкая. И вот если начинаешь пользоваться водой, если наш пластырь, допустим, обычный в аптеке, он не снимается там, допустим, с руки, то этот сразу соскальзывает. Ну здесь просто удобно, что они разные. Здесь их три вида этих пластырей. Вот такой квадратный, круглый и вот обычный. Вот такой вот длинный, удлиненный. Ну брать не буду, мне они не понравились. Пишут влагостойкие, но нет. Незаметно на коже, ну как незаметно, вот сама вот эта антибактериальная подушечка, она заметна. Надежная защита ранц, ну может быть, бактерицидный, может быть. В общем, мне не понравились они, брать я не буду. Я уже тут, наверное, что-то размазанное. Так. Вот такие вот пластыри закончились. Это уже китайские пластыри. Они у меня еще немножко есть, но я все равно выкинула, потому что, ну держать целую коробку, она большая, и там несколько штук пластырей не стало. Это китайские, они такие же, как наши фаберликовские, но они в два раза дешевле, во-первых, тут их и 20 штук. Единственное, конечно, вот эта сама клейкая лента, пластырь, плохо клеится. Ну и состав немного отличается, но по действию, если честно, очень равноценный. Но тут перевод с китайского на русский, просто вот я читаю, уменьшает жир, расслабляет мышцы, устраняет влагу. И то не влагу написано, а влагом. Устраняет, ну уменьшает жир, естественно, работает на метаболизм хорошо, расслабляет мышцы, это понятное дело. Устраняет влагу, это отеки снимает. Подкрепляет элементы инь в организме, развеет токсины и держит красоты. Содействует сону, снимает усталость, делает тело более здоровое. Вот так вот. В общем, да, мне они понравились, я буду брать. Так, инозитол у меня на постоянной основе, выписал эндокринолог-гинеколог. Я в каком-то видео снимала после баночки, мужа выписала эндокринолог, выписал фолиевую кислоту. Я такая там, ну эндокринолог-гинеколог выписала. Но я привыкла, что мне всё выписывают, и я оговорилась и про мужа сказала. Потом думала, господи, какой гинеколог-эндокринолог. Нет, муж выписал эндокринолог, он сдавал анализы, он к эндокринологу, к кардиологу ходил, вот ему выписали именно фолиевую кислоту пить. Врач для сердца и ещё там для каких-то целей. Инозитол, вот мне выписал, вот мне выписал эндокринолог-гинеколог. Это витамин В8, именно выписал для моей поджелудочной железы. Но вообще там обширный спектр его использования, действия. То есть он на женские половые органы хорошо влияет, у кого вот спяк, болезнь, да. Можно зайти прочитать, но я вот то, что знаю и то, что для меня выписали, да, это вот именно инозитол на постоянной основе. Но здесь не такая уж большая дозировка, и это небюджетно выходит. Но инозитол и небюджетный сам по себе оказывается препарат. Я его и на iHerb смотрела, и везде. Тут три капсулы в день. Но это, знаете, для поддержания, не для лечения. Но пока так, пока так. Я не хочу, я так много всего пью. И хочу перегруждать свою поджелудочную железу и печень. Здесь 90 капсул. Ну вот здесь мио, он из инозитол 1000 мг. Баланс гормонов. В общем, вот. Такой мне, ну по крайней мере, мой организм такой воспринимает очень хорошо. Инозитол. Дальше. Беру в последнее время, уже второй раз беру белизну гель. Вы знаете, не знаем, не можем найти санфору белизну. Где муж берет, там нету. Сама я не покупаю в магазинах. У меня в основном всегда муж все покупает. Ну, он тяжести носит, да. Я ему там список пишу. Я уже, ладно, возьми эту. Но она все равно хуже, чем санфора белизна. Вот санфора белизна мне нравится. Но я уже второй раз ее беру. Не могу вам ее советовать. Вроде бы не советовать. Но она, в принципе, щелочь. Нормально отбеливает все. Но она какая-то все равно слабоватая. Вот санфора та белизна лучше. Ну, за неимением той белизны пользуемся этой. Дальше. Ультракондиционер для белья. Такое последнее время беру орхидею и кашемир. А, благородная орхидея, извините, она сейчас стала называться. Это суперконцентрат, длительное свежее, смягчение белья. Ну, в общем, это кондиционер для белья. Я беру в компании Фаберик. Мне нравится. Три в одном. Запах приятный. Здесь ноль плюс деткам. В общем, что еще? Белье мягко. Хорошо гладится. Приятно на нем спать. Приятно его одевать. Не в деревянные полотенца, там, допустим. Нету такого ядреного запаха, как я, знаете, отдыхала в Боровом. Хозяйка вот этого комплекса, где мы отдыхали, база отдыха. Она каждое утро стирала одежду. Ну, белье вот. Ну, постельно, там, постояльцев, да. И она то ли ленором, то ли вернелем, вернелем пользовалась. В общем, как настирает, как на такой запах. Конечно, оно все вкусно пахнет. Но, если честно, мне не очень приятно носить такую одежду, когда вот от меня будет порошком или вернелем пахнуть. Это не очень приятно, да. Я все равно же потом парфюм наношу. Оно приятно вот окружению, да. Ну, очень такой ядреный аромат. Я бы, думаю, представила, когда она стирала, сколько налила. Или, в принципе, как оно все это, ну, даже не пахнет, а воняет аж. Ну, мне было не то, что некомфортно. Мне приятно. Запах аромат приятный. Ну, вот прям он на весь двор. Думаю, я, наверное, бы на такую одежду не одела бы на себя. Я, возможно, бы на такой постели поспала, но точно одежду бы не стала носить. Поэтому наши кондиционеры так не воняют. Они очень хорошо пахнут. Деликатная такая. Так. Закончила средство для чистки духовок и плит. Я в последнее время использую в раковину. Не в раковину, а в ванну. У меня не засоряется, но для профилактики. Я там раз в две недели наливаю туда миллилитров сто, чтобы не засорялась раковина. В общем, ну, плиты, духовки, что еще, не знаю, кастрюли. Все это, донышки ваши. Муж ходит туда-сюда теперь. У него тут там... Короче, зашел. Так, донышки. Что еще? Ну, можно, в принципе, и помыть и кафель, если жирный. В общем, от нагара, от жира очень хорошо справляется вот это вот средство. Ну, конечно же, работайте в перчатках, в составе щелоч. Это такой, знаете, гелевый продукт. Дальше закончился пятновый водитель. Комдон Гримли. Для стирки в жесткой воде. Хорошо он начинает свою работу при 60 градусах. Хотя при 40 я, кстати, не добавляю, только при 60 градусах я его добавляю. Иногда что-то замачиваю. Кстати, посуду тоже можно мыть. Он такой, знаете, наливаешь кипяток и так шипит он. С пятнами справляется, да, но тоже не совсем, если честно. Вот у меня как-то так. Приходит, кстати, без ложки. Нужно мерную ложечку обязательно дополнительно заказывать и не выкидывать. Раньше приходил с ложкой. И не запечатанный, потому что в составе есть активный кислород, может взорваться. Здесь производство Нидерланды. Тоже пишут обязательно дозировку, но я тоже не дозирую. Сколько насыпала, столько и отсыпала. Добавляю сухим. Если что-то хочу замочить, добавляю на одежду. То есть разбавляю. Сначала кладу одежду, ну, допустим, белое что-то с пятнами. Потом сыплю пятноводитель, потом лью кипяток. Ну, естественно, если эта одежда предназначена для стирки в кипятке. Я один раз так хотела вывести на шелковой блузке вот этим пятноводителем тональный крем. Ну, она не сильно, не чисто шелковая, а там с добавлением чего-то. И вот самое, что прикол, уже тональный крем не вывела, как бы вот так и есть. А ну, она была как из жопы. Вот такая вот смята. Ну, представляете, ну, она не села, ничего. Там эта синтетика как бы была. Она смята была. Я до сих пор не могу разгладить ни утюгом, ни отпаривателем. Она вот такая вот такая вот ткань. Короче, муж прикалывается, носи как жатку. Но я не могу. Она требует именно вот этого ткань, требует именно разглаженного. Там прям видно будет, если она сильно помята. Потому что эта ткань не жаткая. Ну, все лето не носила, не смогла. Вот так я выводила пятно от тональный крема. Тональный крем, кстати, очень сложно выводится. С вот этой ткани. Вообще, тональный крем с любой ткани сложно выводится, а с этой тем более. Так, ну, рефрешер. Второй цветочный бриз. Два закончилась. Дальше. Еще один жидкий пятновыводитель. Так, два закончилось. Так. Гель-ка ультраконцентрат для мытья посуды. Ну, тоже всегда видите. Обычно у меня в любых пустых баночках. В общем, моет все хорошо. Пенится хорошо. Запах приятный. Не сушит руки. Не забивает канализацию. Жир отмывает на ура. Тоже все ноль плюс. Сосочки, бутылочки. Можно мыть овощи, фрукты. На основе пальмового масла. В общем, прекрасное средство. Это у меня яблоко. Дальше вот такое вот. Что-то у меня там рассыпалось. Су-юн биокапсулу. Показываю вам. Сейчас покажу и уберу. Биокапсулу для стирки. Плюс пятного водителя. Это корейская линейка. Они тут универсальные. Здесь 15 штук. Что хотела про них сказать. У меня к ним единственная претензия. Они бывают прям слипаются внутри. Но это если попадет туда, допустим, вода. Но это больше всего ко мне, наверное, претензия, чем к ним. Ну, или к мужу моему, кто пользуется. Во-вторых, бывает приходит хоть одна, но там по-любому какая-то разорванная. Ну, то есть порванная. И в-третьих, я, конечно, понимаю, что это моя претензия. Надо сначала капсулу кидать, а потом одежду. А я сначала одежду, потом капсулу. И бывает вот эта вот пленка, пленка, она прилипает к одежде. Уже несколько раз я отрывала, потом перейсировала вот эту одежду, потому что была пленка прилеплена к одежде. К одежде. В общем, вы меня поняли. Ну, это, я же говорю, претензия больше ко мне, нежели чем к кому-то там. Это я же говорю, просто я вам говорю минусы, да. Ну, а плюсы удобно, да. Взял, закинул. Там сразу пятноводители гель. Взял, закинул, постирал. Все, это вот особенно для моего мужа удобно. Все пишут, что прекрасно отстирывает пятна. Возможно, ну, так особо я, блин, 10 раз эти волосы поправляю. Вот некоторые пишут, что ты сидишь, эту голову поправляешь. Ну, вот сядьте возле камеры, да, включите видео. И вам начнется, там торчит, тут торчит, тут не так, тут не сяк. И вот поэтому приходят 10 раз эти волосы поправлять. И вообще я все-таки живой человек, да, я себя-то вижу. Я же не фото делаю, а разговариваю. Это я уже так, лирическое отступление. Ну, и, ну, удобно. Пишут, писали вы мои зрители, подписчики, да, что отстирывает хорошо. Ну, вот прям вот, чтобы вот у меня пятно было, и я прям постирала, и это пятно ушло. Ну, не было такого, ни от чего. Пока я не, там, мощную артиллерию не подключу, там, пятноводитель, еще отоборот не отстирывает. Я же говорю, в зависимости, какое пятно, происхождение, какого оно времени, ну, и так далее. Так, вот такой вот кондиционер закончился. Это у меня сенситив. Я беру разные кондиционеры, и такой, и сякой беру. Ну, я в основном беру, конечно, два. Тот, орхидею, и беру вот эту вот сенситив, пудровую нежность. Это тоже ноль плюс. В принципе, запах тоже очень приятный. Мне этот нравится, и вот этот вот, и тот нравится больше всего. Дальше закончились. Вот эта вот у меня парочка закончилась. Вы знаете, я осталась довольна и запахом, и, ну, действие-то, естественно. Я люблю это гель для басуды. Это, если честно, была лимитирована линейка. Экзотическая какая-то. Экзотический оазис. Запах приятный. Мне понравился. И вот этот вот спрей. В общем, покажу сначала вот эту вот. Мне понравился здесь аромат. Но если будет на сайте, я не знаю, есть, нет. Лимитированные линейки обычно уходят. Быстро выпустили, и все. Но мне понравилось. Повторю, если я найду на сайте, именно запах мне понравился. А вот этот экзотический оазис, тоже мне понравился аромат. Такой ненавязчивый. А вообще, вот этот вот спрей, про этот спрей хотела сказать. Он на основе воды. Без спирта и пропилентов. Освежает, ароматизирует. Эффективно устраняет разные неприятные запахи. Осаждает пыль и увлажняет воздух. Да, аромат увлажнения. Вот для тех, у кого проблемы с носоглоткой, с бронхами, да, драхеей. Вот это вот все. Астма, там, бронхит, еще что-то. Вот именно вот этот вот спрей. Не вот этот, который с газом и пропилентом. А именно вот этот. Что-то еще хотела про него сказать. Но он на основе, на водной основе. Все в принципе. А, тоже девчонки кто-то писал, жаловался, что вот этот вот сломался. Девочки, оставляем. Много места не занимает. Отвинчиваем и оставляем. Бывают у них такие. У них в компании Фаберлик вообще проблема с упаковками. У них всегда что-то ломается. Вот эти спреи раньше вообще рассыпались постоянно. Я постоянно оставляла их. Сейчас уже не оставляю. Но оставляйте. Ничего страшного. Много места не занимает. Так что оставите и все. А дальше покажу вам тряпочки. Ну, эти губки. Вот эту губку я в каком-то давно-давно видео показывала. Что это вообще для скраб, для тела. Но для тела я не смогла использовать. По причине того, что не люблю вот это вот все скрабировать на своем. Я использовала для ванны. Ванну я и мыла. Ну, уже время прошло выкидывать. А так она удобна очень, кстати. Вот кому сильно жестко. Вот так вот это. И потер ванну. Тут уже, видите, растерлась. В общем, классная штучка для ванны. Прям вот замечательно. Ну, уже, наверное, таких у нас есть. Но если есть, может быть, для ванны я и возьму. Вот так вот что-то потереть. Что-то помыть, что-то потереть. Мне понравилось использование. Вообще она для тела была. Ну, а вот этими губками я вообще довольна. Здесь одна сторона скрабирующая. Ну, такая, знаете, она не сильно жесткая. А здесь вот микрофибра и поролон. В общем, вот. Вообще идет антибактериальная. Она мне вообще никогда не пахла. Но последний раз вот эта была запах. Сейчас не пахнет. Сейчас постированная она. Я стираю все полностью вот эти салфетки, тряпки. Все-все-все. Коврики в ванной комнате, в туалете. Сразу все кидаю. Сумки там, допустим, хозяйственные. Сразу все-все вместе кидаю и стираю. Вот. И она всегда у меня постирана. Ну, уже надо выкидывать с ругодности. Вышел, как бы. А так постоянно беру. Я довольна. Можно было, в принципе, и на два видео разделить. Отдельно снять про БАДы. Отдельно снять про уход. Ну, да ладно. Ну, я к тому говорю, чтобы на Яндекс.Зен побольше на Рутуб видео было. Так. Иммунити. Этот чай пил мой муж. Он у меня приболел. Из отпуска вернулся больной. Ну, как, знаете, такой голос. Ну, такую, знаете, простуда. Попил, пьем иногда. Травяной сбор иммунити. Он у меня был, кстати. Для поднятия иммунитета. Здесь стопроцентный натуральный продукт. Трава здесь эхинацея, пурпурная. Трава чабреца, листные земляники. Цветки ромашки. Трава шалфея. Цветки календулы. Трава зверобой. Иван чайки. При березовой почке. Два пакетика. Я туда пишу, пишут один-два. Но я два пакетика запарила. На 300 миллилитров. Все выпивала. В течение трех дней. Я там, нет-нет, подпивала. 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 Пила тоже вместе с ним. В общем, приятно пьется. Вот эти вот травяные сборы в компании Фабрик очень хорошие. Но я бы их пила, если бы у меня было, как-то сказать, время бы на них, да, и место, так сказать. А то в моем рационе нет места этим травяным сборам. Фитализин. Берем периодически для почек. Муж страдает мочеполовой системой у него. Вечная проблема. Это самое больное место у него. Периодически пьет. Тоже классно на травах. Тут столько много трав. Очень сразу снимает воспалительный процесс. Здесь у нас и петрушки корней, пожитника семян, горца птичьего травы, пыри и корневищ, березы листьев, хвоща полевого травы, любистока корней, золотарника обыкновенного травы, лука репчатого шелухи, шалфея мускатного масла, перечной мяты, сосны обыкновенной масла. Это все апельсины сладкого масла. Тут вспомогательные вещества. В общем, сразу прям воспалительный процесс снимает. Вот у него он всегда, когда заболевает, у него начинает слабое место, это почки, и начинает у него заболевать почки. Вот он пропивает. Он и лечение иногда проходит, но вот так, в такие вот, когда обострение у него, он вот это вот пьет. Так что тоже берем на постоянной основе. Вот такую я у себя, кстати, обнаружила. Помните, у нас был от компании Фаберлик пластыри от комаров. Они такие вот, клеящие их на тело. Но москолит. Ну, москит, короче. Пластыри от комаров. 100% натуральное масло. До 72 часов. Я себе клеила на отдыхе. Здесь 12 штук. Пластырь с натуральным маслом Цитронеллы. Надежность заседает от укусов. Насекомые легко прикрепляются надежды и не оставляют следов. Я себе на тело прикрепляла даже. Репеллентный эффект распространяется на расстоянии около 40-60 см вокруг пластыри. Пластырь удобно использовать, не содержит токсичных веществ и может использоваться детьми с 3 лет. При ношении пластыри требуется дополнительное нанесение крема или спрея. Я вас умоляю, меня комары любили и с этими пластырями, и со спреем я покупала тайгу, и с эфирными маслами. Меня очень комары обожают просто, вы понимаете, обожают. Им все равно, что на мне наклеено, что на мне набрызгано. Они меня жрут. И вот такие волдыри отставляют. Ну, таких нету, ну, естественно, брала бы. Ну, использовала, ладно. Вот. Эфирные масла показываю вам. Вот такие я масла использовала. Вот они, баночки. Я их, спреем, когда закончился у нас тайга, я добавила вот эти вот эфирные масла. Тут у нас лаванда и зеленый чай. Коробочки сейчас выкину. Лаванда и зеленый чай. В общем, вот эти вот два флакончика. Я, в общем, сразу добавила их вот в этот спрей. Там еще оставалось немножко, но там чуть-чуть оставалось. На основе гвоздики был у нас спрей. Добавила туда воды и вот брызгалась. Мужу помогает, мне нет. Но зато мне потом помогало от укусов именно этих насекомых. То есть зуд снимала. Но вообще тут тоже обширный спектр. Можно вдыхать, то есть нюхать. Здесь зеленый чай вообще имеет антибактериальный эффект. Ну, антибактериальный сразу можно добавить в ножную ванночку. А лаванда имеет снотворный эффект. То есть можно тоже добавить в ножную ванночку. Можно принять в ванну. Но не переборщите. Именно вот в эту коробочку не выкидывайте. Потому что в этой коробочке есть паспорт, инструкция, как использовать. Тут пишут, оказывается, и в маске, и в шампуне можно, и в кремы добавлять разного вида. В общем, мне нравятся вот эти масла. Они, кстати, у нас натуральные. Лаванда прям собиралась из Франции. С лавандового поля. Зеленый чай, я не помню откуда. Я про них слушала презентацию. Зеленый чай, по-моему. Южная Африка, что ли. Вот что-то такое у меня сейчас крутится. Ну, кто знает, подскажите, да. Это вот все прям выращивалось для этого специально. И специально для этих целей собиралось. Так что наши эфирные масла, кстати, не оставляют пятен масляных. То есть они, как проверить, натуральное эфирное масло или нет. То есть на бумагу нанесите масло, предполагаемое эфирное. И вот, допустим, наше эфирное. Наше эфирное улетучивается, а вот предполагаемое, вот такого вот я видела, оно остается. То есть это не натуральное, а это натуральное. Естественно, туда, чтобы использовать вот эту одну баночку, много очень использовалось лаванды, зеленого чая. Просто это натуральное эфирное масло. Наши натуральные масла качественные. У нас, оказывается, еще закончился лимон. Имеет отбеливающий эффект. Кстати, я не пробовала на лицо, но я побоялась, если честно. Потому что я как-то, по-моему, лимон добавила себе в ванну. Я переборщила, у меня потом щипало все вот это вот, как бы, не покраснение было, а вот кололось. Я побоялась на лицо. Хотя можно было попробовать. Тоже можно и вдыхать. Ну, в общем, сами знаете, что лимон и отбеливающий эффект имеет, и также антибактериальный эффект имеет. В общем, тоже классные эфирные масла. Лимон у нас тоже натуральный. Так, вот это крем для очистки металлической поверхности у моей мамы закончился. Вот. Что хотела про него сказать? Я вообще его брала. Вот именно, это еще старая версия. А новую версию я беру всегда для серебра себе, для бижутерии. Ну, мама сказала, если честно, не нужна вещь в хозяйстве. Она прекрасно там какое-то средство покупает. Не от Фаберлик, а какое-то в магазине покупают. Ей нравится. Я забыла название в коричневой такой бутылочке. Я вам уже как-то после банков давно показывала его. А это, говорит, не нужное средство. Просто, ну и если честно, вот как чистящее средство, я его не использую именно вот, чтобы почистить раковину, кастрюлю. Я именно использую, ну не вот этот именно новый, именно использую для украшений своих. Для серебра и для бижутерии, кстати, тоже, по-моему, очищала. Нет, бижутерию нет, только серебро. Хорошо, очень очищает серебро. Беру крайне редко. Брать пока не буду, потому что еще целая банка, ее, наверное, надолго хватит. Вот эти у меня капли закончились для глаз. Гиалуронка, если видно, вам отсвечивает. Гиалуронка, хиллора. Вам отсвечивает. Ну, потому что, если я отключу совсем, то вот. Видите как? Так, поэтому я включаю вот так вот. Можно, в принципе, было. Хотела, знаете, телефон за лампу сделать. Ну ладно, в следующий раз попробую. Я так, кстати, не экспериментировала, но так знаю, что экспериментируют. Вернее, делают за лампу телефон. У меня же сначала лампа, а потом телефон. А я хочу сначала телефон, потом лампа. Но это уже в следующий раз. В общем, капли хиллора прекрасно. Я беру капли, которые для линз специально, ну, чтобы на линзы можно было капать. Но это вот от покраснения для ношения линз. Ну и все равно глаза устают к вечеру, краснеют. Там песок в глазах кажется, как будто бы. Знаете, такое неприятное. Вот сейчас у меня такое неприятное чувство. Надо поскорее уже снимать линзы. В общем, хиллора мне нравятся. Вот эти капли для глаз. Так, дальше. Закончились у меня суппорт. Комплекс для поддержки костной ткани. Без понятия, что и как. Но ноги болели. Ну, это костная ткань, она вся. У меня ноги, суставы же болели. У меня мышцы болели. Кости, я не знаю, кости у меня не болят. Ну, пропиваю вот этот вот для костной ткани. По две таблетки, по два капсулы в день с утра. Здесь кальций. Ну, кальций, естественно, нужен нам. Перец черный здесь идет 5 миллиграмм. Он служит для того, чтобы хорошо все усваивалось. Витамин К2, витамин Д3. Ну, здесь они в маленькой дозировке. В совсем самой маленькой дозировке. Здесь в основном просто идет кальций и ламинарий и порошок. Ну, просто пропивала для костной ткани. Повторю. Ну, скорее всего, повторю. Ну, и для глаз чернику. Тоже периодически что-нибудь для глаз пропиваю. Хотя я знаю точно, уже научно доказано, что черника глазам никак не влияет. Но зато черника много на что-то другое влияет. Здесь самое главное глазам это таурин и лютеин, по-моему. Да, лютеин и таурин. Вот это вот если есть в составе, значит хорошо. А черника, она много на что-то другое влияет. Ну, в общем, периодически пропиваю для глаз чернику. Не знаю, вижу ли я эффект. Не знаю, вижу, не вижу. Но, по крайней мере, если у меня уже проблема со зрением, естественно, ношение контактных линз, ношение очков. Плюс возраст, да, возраст уже, естественно, предполагает, что нужно что-то пропивать для глаз. Без понятия, как, что влияет. Но зрение остается пока на прежнем уровне. Не меняется. Ну, и слава богу, периодически пропиваю. В общем, надеюсь, мой обзор был для вас полезным. 44 минуты можно было, я говорю, на два видео прям разделить. Но мне показалось, что я быстро отстреляю. Естественно, я его буду, это видео увеличить по скорости. Я разговариваю, во-первых, медленно, во-вторых, и 44 минуты, куда это годится. Будет где-то минут 35-36. Ну, все целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok